Лилинская 10 возле мусорокамера Вода идет под землей Здесь бы устроить парилку до мороз не позволяет Пробившись сквозь стену пара, автор видео находит его причину Этот ролик снял дворник во время уборки дома номер 10 по Ленинскому проспекту Несколько дней назад жители старых химок толкнулись с затоплением подвала Авария произошла из-за течи транзитного трубопровода, который питает дом По обледенелым ступенькам и через лужи мы спускаемся в подвал Впоследствии аварии видны вокруг пар, обледенелый потолок Жители опасаются, что скоро это отразится на их квартирах Прорыв трубопровода чреват порщи общедомового имущества и даже фундамента Если не устранить аварию в срок Впрочем, по словам жильцов, собственники квартир уже ощутили последствия Вот смотрите, такая ситуация у нас происходит Давайте зайдем в подъезд и я вам покажу Из-за того, что в подвале пар, очень много воды Появляется наледь на входной двери, стены, я думаю, что из этого пара скоро все это повредит Это ремонт, стены начнут облазить и плесень, особенно на первых этажах, это уже видно у соседей Даже у соседей поднимается пол, ламинат они постелили, он весь поднялся Жильцы утверждают, это происходит уже не в первый раз До этого рабочие приезжали, залатали дыры, но это помогло лишь на время Особенно обостряется ситуация в морозы, когда из-за перепадов температуры старые трубы просто не справляются с давлением Не раз у нас на вот эту теплосеть, не раз сделали ремонт, не раз они меняли трубы, копали, здесь все перерывали, все делали В итоге проходит пару месяцев, опять это все повторяется Я думаю, что надо серьезный ремонт делать Мы оформляем заявки по существующим системам, которые у нас есть в городе Через телефонную линию, либо электронно Дальше, ну в соответствии с тем, какая заявка, либо данную проблему устраняют управляющие компании Если в зоне ответственности управляющие компании, либо та организация, которая должна это устранять Управляющая компания в этой ситуации должна следить за исполнением Дом на Ленинском проспекте находится под управлением МУП «Жилищник» По словам заместителя директора по эксплуатации Михаила Разина, они откликнулись сразу Выехали на место и сообщили о проблеме ресурсникам 17.01. была передана заявка в диспетчерскую ТСК «Мосэнерго» об устранении данной аварии В связи с тем, что на 18 число данная авария была не устранена Были напишены письма в ТСК «Мосэнерго» По словам коммунальщиков, чтобы решить проблему, нужны специалисты «Мосэнерго» Заменить трубы или залатать в их компетенции Жилищники уверены, решать проблему нужно глобально Проблемы с ТСК «Мосэнерго» запариванием и стечью транзита труб Собственностью ТСК «Мосэнерго» происходит по всему городскому округу Химки Сейчас очень рьяно стоит вопрос касаемо Чкалова 9.19 адреса Кирова 3, 5, 7, 15, 17, 21, 23 Там ситуация аналогичная Сегодня, говорят жители на Ленинском 10, проблему все еще не устранили Редакция нашего телеканала направила официальный запрос в химкинский филиал ТСК «Мосэнерго» Для получения комментария Ответа пока получить не удалось Однако, как нам сообщили, письмо уже зарегистрировали, а значит к диалогу готовы Телеканал Химки ТВ продолжит следить за развитием ситуации Сеня Брагин и Николай Забродин специально для Химки ТВ Субтитры создавал DimaTorzok